Бонжур любители взрывов и стрельбы со вкусом на реализм. Сегодня поговорим об обновлении для арма The Forge и что оно нам приносит. Если коротко, это обновление приносит мины, а также улучшенная система размещения предметов, маркеры, флажков и оптимизация производительности. В игре теперь будут мины. Сейчас есть американские М-15АТ и советские ТМ-62М. Как говорят разработчики, все это, чтобы улучшить ваш боевой опыт. Помимо добавления наземных мин, также представили маркеры флагов. Эти флаги обычно используются военными для обозначения безопасных путей через минные поля. Мины, по-моему, помогут делать диверсию в тылу врага на путях поставок бойцов и боеприпасов, как на примере в скваде. Мины можно практически всюду устанавливать, кроме вертикальных поверхностей и с местами, где светится красный индикатор вместо синего. Мины особенно невидимы на полях, и мне нравятся анимации активации мины и эффекты от взрывов. Мины очень легко уничтожают технику с экипажем, и если техника повреждена, то экипаж уже давно в раю. Также была проведена оптимизация над эффектами от взрывов, ранее тормозивших сервер и ПК игроков. Улучшенная система размещения предметов. Добавили новую функцию предварительного просмотра, позволяющую легко размещать предметы из своего инвентаря на землю. Эту систему можно также настроить для других игровых механик. Также не очень хорошая новость, что с этим патчем большинство модул не могут работать, и разработчики дают ссылку, как это исправить. Я оставлю эту ссылку под видео. Также этот патч приносит множество изменений, исправлений и немного улучшений, с которыми вы можете ознакомиться на сайте разработчиков. В общем, патч принес только одни мины и больше ничего такого интересного, как для меня. А что вы думаете? Напишите. И оревуар.